Джонс был нахимичен, и те его победы — это читерство. Но у Джонса, конечно же, своё обо всём это мнение. Кстати, Джонс сместил нашего Хабиба Нурмагомедова. Раньше он был на второй строчке, теперь переместился на третью. Второе место в рейтинге — это, кстати, лучший результат среди российских бойцов, и помогла так высоко взлететь Орлу победа на UFC 229 над Коннором. Кстати, Джефф Монсон сравнил Фёдора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова. И как вы думаете, кто, по мнению Монсона, лучший? Он говорит, что 12 лет не проигрывать — это большое достижение, и поэтому здесь ответ — Фёдор, без вариантов. Его слова. Фёдор Емельяненко — лучший российский боец, без вариантов. Хабиб дерётся 3 или 4 года, он непобеждённый, но Фёдор провёл 12 лет без поражений, сражаясь с самыми лучшими оппонентами в Прайде. Каждый его поединок был за звание чемпиона, и за 12 лет он ни разу не проиграл. Не думаю, что подобное когда-либо смогут повторить, заявил Джефф Монсон. Напомню, что Нурмагомедов — непобеждённый боец, в его активе 27 побед в ММА, и что-то подсказывает, что это ещё не предел. Кстати, Резван Магомедов, это менеджер Хабиба, рассказал сегодня, что в планах Орла заработать за следующий поединок не меньше 15 миллионов долларов. Раньше Коннор был у руля, теперь этот руль забрал Хабиб. В западных СМИ пишут, что Дана Уэйт не особо-то и уверен, что Коннор вернётся таким же, каким он был раньше, голодным до победы и готовым идти до конца. Пишут, что Дана Уэйт недавно появился на шоу «Скеппенд Шэннон», «Андиспутит» и рассказал там всё, что думает о возвращении Макгрегора. Если коротко, то будущее Коннора в 2019 году находится под вопросом. «Я надеюсь», — ответил Дана на вопрос о том, увидим ли мы прежнего Макгрегора. Когда этот парень сосредоточен, то он делает невероятные вещи. Одна из вещей, которая вредит боям, музыкальным группам и всем остальным отраслям, изобилие денег. Этот парень сделал много денег только на одних боях, а сейчас у него свои виски, он просто монстр. У Коннора очень хорошо получается. Дальше цитируют. «Коннор Макгрегор, боец до мозга костей, я имею в виду, что он настоящий боец. Посмотрим, как всё сложится. Знаете, он по-прежнему занят личными делами, где также фигурируют деньги. Деньги доставляют множество проблем. Личных, профессиональных и так далее. Поэтому, как только он разрешит свои проблемы, мы посмотрим, что делать дальше». Процитировали Уайта. Такими были новости на эту минуту. «Голос ММА» набирает обороты. Нас уже больше 80 тысяч. Добавляйтесь и вы. Ссылку на «Голос» вы увидите в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, а мы увидимся совсем скоро. Пока!